роль китая сначала это авторитарная страны я считаю что страна авторитарная что политика китая которая последние полгода она была сосредоточена на том чтобы товарищи на занял пост третий раз это означало необходимость сосредоточения ресурсов внутренних и показания что вот вокруг враги но считаю что после этого перелома товарищ сильно будет смотреть ответственно короче думаю верю что с точки зрения организационной вернулись к временам Мао Цетунга это гарантирует если такая система будет это гарантирует степенное падение Китая потому что в таких системах у меня деньги и так далее туда бегут просто нет воздуха для экономического развития я не знаю страны авторитарной диктатарской которая в конфликции с западом могла бы достичь результата экономического научного и так далее поэтому я верю в то я говорил об этом когда не знаю в весной встречались здесь да что все закончится соглашением соглашением аналогичным которые Япония подписала соединеными штатами в 85 году суть которого заключалась в том что был рост цены ена что заставит Китай стать более открытой системой потому что капиталы будут это будет вынужден капиталы вывозить и будет увеличивать его зависимость от системы царя в океане который меня выдают соединенные штаты автоматизирует Продолжение следует...